Корреспондент спрашивает пастуха-долгожителя Как вам удалось прожить 120 лет? В чем секрет? Горы, воздух? Нет, говорит он, дело не в этом Секрет в том, что последние 110 лет я командую баранами А не наоборот В главе Торы Ваегаш рассказывается о решительном разговоре Игуды с правителем Египта, в котором он и его братья не распознают своего брата Йосифа На самом деле, они были не в состоянии узнать своего брата Потому что их собственному мировоззрению, пастухов, отшельников, идеалистов Полностью претила идея мирской, так сказать, вовлеченности Преобразования этого мира и так далее В их представлении праведник не может погружаться в пучину материальности А с другой стороны, материальные заботы не могут не нанести духовного ущерба человеку Поэтому они никак не могли связать, так сказать, облик могущественного царедорца С образом праведного еврея, сына Якова Тем не менее, именно в этом и заключалось величие Йосифа Который был способен совмещать духовное совершенство и чистоту С светским прагматизмом и активным воздействием на этот мир И признанием главенства именно этой роли явилось то, что в конечном итоге Братья поклонились Йосифу И именно это свойство Йосиф передал в наследство всему еврейскому народу В свете этого тем более замечательным является тот факт Что Яков, переселяясь в Египет, вперед себя отправляет туда Игуду Как самого надежного из братьев-пастухов И именно ему, а не всемогущему Йосифу Поручает обустроить дом учения в месте нового проживания Это несет в себе очень важный урок При том, что основой существования должен быть прагматизм и вовлеченность Йосифа В корне системы воспитания, закладывающей основы мировоззрения и веры Должен быть именно идеализм и отстраненность Игуды и братьев Поскольку все-таки нужно быть прагматичным, но идеалистом Ну или идеалистичным прагматиком Момент мудрости Сколель Тора Присоединяйтесь к нам в Фейсбук, Ютьюб и не только